приветствую анализ обзор прогноз криптовалют в данный момент на биткоине на многих других альткоинах рисуются восходящие такие бычьи свечи на повышенных объемах и тот кто вместе со мной здесь брал в этой проторговки сейчас находится в плюсе но давайте об этом немного позже сперва как всегда рассмотрим главные события интересную статистику новости криптовалют и графики рассмотрим в конце вот так симпатично выглядит у нас сегодня рынок все практически зеленые за некоторым исключением объемы торгов за сутки у нас немного начинают подрастать но бывало и больше рипл имеет наибольший объем торгов вслед за биткоином и эфириум не считая стейбл коинов за день у нас вичей показал самый большой рост 25 и 8 процентов а падение были совсем незначительные лишь лидер прошлых дней по росту сегодня у нас находится в лидерах по падению минус 5 и 6 процентов монета diy x что у нас по лангам и шортам на это бросишь арты по биткойна прикрывают минус 11 3 процента за сутки ланге также не особо бегут открывать минус 2 и 1 процент за сутки динамика остается прежней ступенчатая поэтапное закрытие ланговых позиций по шортам динамика также прежние по эфириуму ланге шарты особо не изменяются все в рамках одного-двух процентов туда-сюда и по рипу примерно такая же ситуация ланге и шарты плюс-минус 1 2 процента больших изменений за сутки не произошло индекс страха и жадность у нас ушел из экстремального страхов просто страх сегодня эта цифра 27 что неудивительно мы видим рост на биткойне и естественно данный показатель также пошел наверх как я думаю вы уже догадались ликвидации у нас в основном произошли за счет шартистов всего было ликвидировано 55 тысяч трейдеров на общую сумму 383 миллиона долларов и 258 из них это забрали уж артистов достаточно большие ликвидации которых не было с начала сентября я имею ввиду ликвидации шартистов grayscale за сутки ничего у нас опять не покупали только продавали все монеты из их фонда за 24 часа имеют отрицательный баланс сантимет биткойна пользователей twitter продолжает находиться таких позитивных тонах а что касается мувингов они также направлены наверх были небольшие колебания на днях что неудивительно цена находилась во флете то вверх то вниз и также настроение менялись туда-сюда но тенденции на лицо все все равно верят в рост и сантимент в большей степени положительный если же смотреть на 15 тысяч твитов за последние сутки то позитив у нас можно описать такими словами как лаки enjoy кэшбэк то есть деньги возвращаются наслаждение и везение исходя из этого можно сделать вывод что многие сейчас даже в безубытке раз упоминают слова кэшбэк у нас сегодня 1 октября значит четвертый квартал у нас уже наступил и начала появляться статистика все делают акцент на том что четвертый квартал у нас достаточно позитивный для крипто рынка и частности для биткоина так и есть второй квартал у нас очень позитивный был но мы закрылись в минус сейчас у нас 4 квартал и все надеются ну не может же быть чтобы два позитивных квартала подряд мы шли в разрез с прошлой статистикой хотя если смотреть 18 год там также был минус и во втором квартале и в четвертом но сейчас у нас немного другие времена сейчас у нас предполагается что еще идет бычий тренд восемнадцатом году такого не было и поэтому можно рассчитывать на то что в четвертом квартале мы кола и обновлять не пойдем это подтверждает и такой популярный аккаунт как план б это тот самый чувак который еще давным давно выкатил зависимость стоп ту флоу для биткоина и он сделал прогноз еще летом написал что в августе будет 47000 сбылось сентябре 43 сбылось а дальше только на повышение в октябре 63000 в ноябре 98 и в декабре космические просто 135 тысяч за один bitcoin вот его прогноз он был сделал 20 июня и до сих пор все идет пока по графику все по его модели стоп ту флоу ну что ж я думаю никто не будет против если все это сбудется люблю сравнение 13 и 21 года и здесь как мы видим мы идем точь-в-точь по графику летом у нас было падение которое завершилось в июне в июле затем два месяца роста здесь два месяца роста потом снова коррекция и дальше в четвертом квартале гигантский рост что интересно то это тоже совпадает с концом года под конец года в тринадцатом году мы нарисовали просто отличный рост в октябре ноябре в декабре немного начали падать в семнадцатом году кстати было тоже что-то подобное четвертый квартал был достаточно бычим и очень хороший рост был именно под конец года резервы биткоина на всех биржах у нас немного прекратили свое падение остановились оскок достаточно небольшой но постоянные выводы прекратились даже немного завели обратно бирже это неудивительно у нас пошел ценовой рост многие решили скорее всего закрыть может быть в безубыток может быть какая-то прибыль есть и заводят на биржу чтобы продать но глобальных таких больших заводов нет пока динамика также нас нисходящие вывод я думаю продолжится хэшерей при этом у нас обновляет локальные х и и свою динамику восходящем направлении продолжает по эфириуму данные показатели у нас также немного похоже на ситуацию с биткойном продолжительное падение резервов эфириума на биржах остановилась и немного даже начался завод обратно хэшерей при этом также на хаях новые события на монетах монета олимпус анонсировала партнерство с л чими x на 1 октября об этом они написали в своем твиттере это хедера хэш граф также сообщает об обновлении основной сети 018 x назначили данное событие на 7 октября по этой коми планирует перейти на эфириум лэр 2 концу октября на монете zek zikers hard for который по их озвученным еще в мае заявлением должен состояться 1 октября несколько интересных новостей и первые из них это возможно та новость которая подтолкнула биткойн к росту джером пау фрс не намеренно запрещать криптовалюты фрс не хотят запрещать криптовалюты но и без регуляции их не оставят как они сказали некоторые цифровые активы необходимо включить в правовое поле джерома паула напрямую спросили собирается ли фрс следовать примеру китая и накладывать запрет или ограничение на использование криптовалют в сша он не стал увиливать от ответа и заявил что конечно же нет стабильные монеты похожи на фонды денежного рынка на банковские депозиты но в некоторой степени находятся за пределами регуляторного периметра вполне уместно включить их в правовое поле одинаковая деятельность одинаковое регулирование по мне так это адекватный ответ потому что стейблкойны частично забрали функцию доллара они привязались к его курсу и торгуются как будто они настоящие доллары виза создала сеть сетей для отмена цифровыми валютами они разработали универсальный платежный канал который соединяет несколько сетей блокчейнов обеспечивая безопасный перевод цифровых валют компания называет новую систему универсальным адаптером для блокчейнов который позволит центральным банкам предприятиям и потребителям беспрепятственно обмениваться цифровыми валютами вряд ли конечно виза делает это для того чтобы как-то внедрить bitcoin скорее всего это для себе дисси для цифровых валют государств как я пишет юписи будет соединять различные сети блокчейнов устанавливая между ними выделенные платежные каналы будь то соединение сетей центральных банков себе дисси между странами или соединение сетей себе дисси с проверенными частными сетями стейблкойн биткойна разные альты они не рассматривают но стейблкойна учитывают и ими также вполне возможно скором времени можно будет оперировать через визу в команду binance вошли бывшие спецагенты по кипер преступлениям binance объявила она имя двух бывших спецагентов службы внутренних доходов сша который возглавит собственную группу по расследованию их зовут тигран гамбарян и мэтью прайс гамбарян раньше руководил исследований по силк роуты mt gox то есть опыт у него скрипта имеется а прайс ко всему прочему был ведущим следователем по делу против миксеров даркнете helix тоже человек с опытом наняв обоих специалистов binance стремится снискать расположение регуляторов в том числе в сша в мае появлялись сообщение о том что биржа стала предметом расследования со стороны министерства юстиции службы внутренних доходов сша и комиссии по торговле товарными фьючерсами хорошо если они нанимают этих людей для того чтобы реально что-то расследовать а если это просто такая завуалированная взятка то это как-то очень даже странно типа давайте мы наймем ваших людей будем платить зарплатку а вы за это нас не трогайте суд отклонил половину претензий к тезер и бит фай микс по коллективному иску на почти полтора триллиона долларов еще в октябре девятнадцатого года группа инвесторов подала в суд они обвинили тезер бит фай никс и ряд топ менеджеров компании в нарушении закона сша о товарных биржах закона рико отмывание денег и схемах памп и дам в общем они заявили что тезер бит фай никс работают сообщая обманывают трейдеров его длившееся дело с 19 года на днях наполовину получил оправдательный приговор для ответчиков а вторая половина просто какая-то осталось несущественно теперь когда половина их дело отклонена главный эксперт опровергнут а их ведущая юридическая фирма втянута в собственную междоусобную войну в ходе которой ее действующие бывшие партнеры обмениваются обвинениями в мошенничестве и нарушение этических норм это дело обречено заявили ответчики но это отличная новость меньше негатива на рынке крипты а то опять могли бы подвести какое-нибудь дерьмо с заголовком типа тезер бит фай никс проиграли в суде и доказано что они там манипулировали рынком но теперь даже суде объявили что это не так и последняя на сегодня новость мэр кул вали раздаст каждой семье биткоинов на сумму в тысячу долларов это даже круче чем сальвадоре 30 баксов на кошелек небольшой городок кул вали штата миссури планируют выделить одну тысячу долларов биткоинах каждому домохозяйству и проект полностью уже профинансирован они будут не только раздавать деньги но и будут заниматься образованием полторы тысячи жителей именно столько живут в этом городке узнают как использовать кошельки и взаимодействовать с сетью все это конечно прекрасно но самое интересное здесь вот в чем план состоит в том чтобы предложить жителям этого городка стимул для ходу чтобы они не получив эти доллары в крипте просто разбазарили пошли и закупили с каком нибудь в волмарте а продолжали держать им сказали что они получат еще один не указанный бонус если они не будут продавать биткойна а будут просто их держать как указано в данной статье это очень похоже на эксперимент 14 года в массачусетском технологическом институте если коротко то эксперимент заключался в том что посадили ребенка поставили перед ним вкусняшки и ушли при этом сказав ребенку если ты продержишься 15 минут то мы дадим тебе в два раза больше вкусняшек но ты если хочешь можешь есть и там как раз таки смотрели будут ли дети сдерживаться и терпеть для получения большей выгоды и сейчас в этом городке также проводят эксперимент с жителями и крипто ну что же давайте посмотрим теперь что у нас на графиках по биткойна у нас как оказалось не зря я здесь покупал стопами а так и не сбили мы пошли наверх все идет по плану что и теперь буду делать прогноз по биткойну я думаю и так все видят он давно уже начерчен если здесь коррекция завершилась то мы идем в район 70000 это расчетная зона но до нее еще будут 2 это предыдущий пик в районе 52 53 тысяч затем еще один пик в районе 63 тысяч ну и расчетная зона на 70000 тот кто смотрит мой канал уже знать что я не закрываюсь просто на каких-то уровнях я ставлю трейлинг стопы и закрываюсь когда случается разворот на данный момент моя позиция без убытки стоп подвинут наверх и теперь если мы пойдем вниз что в принципе вероятно может получиться усложнение коррекция волне 2 но уже здесь убытка никакого не будет профит будет только расти в общем по биткойна прогноз остается прежний идем наверх по эфире мы такая же ситуация брали в этой проторговки сейчас пошли наверх расчетная зона на уровне 5 700 первая зона у нас начинается в районе 3 800 4000 этот предыдущий пик и вот еще пик в третьей волне у нас был на 4 300 в общем схема такая же есть купили пошли наверх сейчас стопы наверх я подтягиваю и трейлинг стопы будут увеличить мою потенциальную прибыль если мы все-таки развернемся и пойдем на усложнение на еще более глубокую коррекцию пока все нормально прогноз остается без изменений по эфире мы наверх рипа уже также у нас подрос по нему все то же самое единственное озвучу уровне это предыдущий пик в районе 136 а расчетная зона у нас в районе двух долларов для третьей волны пока также в перспективе поход наверх но стоп пододвинул в безубытке если пойдем усложнять коррекцию волне 2 ниже то уже все в безопасности давайте посмотрим еще пару монет одна из них это и отекс что у нас здесь старая разметка у нас осталось здесь у нас предположительно это все еще идет волна 4 вот в этой разволновки по времени у меня здесь никаких прогнозов нет есть только по цене а по цене у нас расчетная зона это на уровне 11 и 5 148 в общем предыдущий пик также здесь глобально это рост если заходить отсюда то стоп за начало импульсов пока здесь также структура не сломана и находимся в четвертой волне после которой вероятен рост волне 5 волны 3 еще одна монета это тезис и и мы по моему вообще никогда не смотрели к посмотрим на месяца туда кинем пару уровней то у нас сейчас здесь происходит объемы неплохие объемы идут наверх индикатор у нас также выше всех силы идти дальше в принципе есть у нас прям тут такой очевидный канал глобальный на дневках я думаю к верхней грани мы еще можем конечно же сходить если смотреть по структуре последнего движения но вот здесь у нас какой-то треугольник прям формируется и по структуре просматриваются вот такое движение здесь вполне вероятно у нас четвертая волна и после этого будет 5 вот здесь у нас расчетная зона для 5 волны на уровне 847 когда сюда дойдем можно будет посмотреть как ведет себя график как ведет себя цена и пойдем ли мы выше или развернемся и вниз полете уровень здесь неплохой здесь и предыдущий пике уровень сопротивления близко завершение канала ну и плюс расчетная зона сам оптимальное движение это вот сюда сходить по тезис на сегодня все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите в комментариях свое мнение всем удачи на торговле и счастливо